Основными площадками для проведения Дня молодежи стали Центральный парк и стадион Металлург в городе Видное. Небесная канцелярия, к сожалению, внесла свои коррективы в праздник, но устроители и участники не унывали. А возникающие проблемы решали быстро и креативно. В Центральном парке работало несколько площадок. Есть площадка «Давай поженимся», зона «Давай поженимся», это зона быстрых регистраций браков. Есть зона здоровья, шедевр рукоделия. Там молодые мамы города Видное представляют свои работы, ручные работы. Ну, все, есть фотозоны. Когда начался дождь, часть площадок перенесли под крышу летней эстрады, и праздник продолжился. Наверное, самым вкусным стал мастер-класс по расписыванию пряников. Мы сегодня работаем с контурной глазурью. Это глазурь натуральная, на лимонном соке. Но здесь главное не переборщить, чтобы получилось вкусно и красиво. Для удобства участников праздника проход между Центральным парком и стадионом «Металлург» был открыт. Именно на спортивных полях развернулись основные мероприятия. Здесь можно было поучаствовать сразу в нескольких интерактивных площадках. Этот праздник было решено полностью провести на стадионе «Металлург». И я думаю, в этом плане, наверное, мы не прогадали, может быть, это станет хорошей традицией для проведения этого праздника. Потому что на стадионе предусмотрены многие спортивные площадки. Здесь также работают креативные площадки для молодежи. И на мотобольном поле, так сказать, будет у нас торжественная часть и концертная программа. Гладиаторские бои, дартс, игра в гигантские шашки и, конечно, футбол, чтобы каждый смог почувствовать себя Артемом Дюбой или Денисом Черышевым. За каждое удачное прохождение состязания участник получал карточки в виде сердечек, которые потом можно обменять на сувениры. Мы раздаем призы за лайки, которые собрали жители на интерактивных площадках. За 10 лайков полагается у нас браслет, за 30 лайков мы дарим футболку. По словам организаторов, главный посыл, который хотелось передать молодежи, пора выходить из интернета и больше общаться офлайн. Более 200 человек в течение месяца готовили этот праздник. Позади мозговые штурмы и сомнения. Теперь можно отдохнуть. Вообще настроение отлично. Жалко, что не так много людей, но все равно все хорошо. То есть это не такой большой минус. То есть лично у меня очень большие эмоции внутри. Есть атмосфера, есть друзья рядом, и это очень классно. Не знаю, почему я ни разу таких мероприятий еще не был на крупных. Мне очень интересно. Настроение отлично, все хорошо, людей не очень много, но настроение поднимается с каждым дождением, и все веселее и веселее. Перед концертом, который состоялся под заново с мероприятия, активным молодым людям и всем тем, кто помогал в организации праздника, вручили грамоты и благодарственные письма. У нас молодежь очень активна. То есть на перспективу в Совете депутатов Ленинского муниципального района появится молодежный парламент. Мы уже об этом проговаривали и с председателем Совета депутатов. Есть инициатива, и уже подбираются молодые ребята, которые также хотят помимо Совета молодежи при главе, и появится у нас еще орган, который будет обучаться, ну, собственно говоря, чтобы на перспективу стать еще и депутатом. Подобный формат проведения Дня молодежи понравился и участникам, и организаторам, и руководству муниципалитета. А потому некоторые его элементы планируется использовать при организации других мероприятий. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.